Здравствуйте! В студии телеканала «Север» Илья Сахаров. Сегодня в прямом эфире в социальной сети ВКонтакте и на нашем телеканале обсудим вопросы, связанные с гектарами в Арктике. На наши вопросы и вопросы пользователей социальных сетей ответит начальник управления имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа Анастасия Голговская. Анастасия Владимировна, здравствуйте! Предлагаю начать с истоков возникновения обсуждаемой сегодня темы. Что такое арктический гектар и чем он отличается от дальневосточного гектара? В чем необходимость реализации этого федерального проекта на территории Арктики и Дальнего Востока? Добрый день! Действительно, в течение пяти лет на Дальнем Востоке реализуется программа дальневосточного гектара. Она показала успешность свою на Дальнем Востоке и по инициативе ряда регионов арктической зоны. Эта программа была распространена на территорию Арктики. В июне этого года был подписан закон соответствующий, изменения в федеральный закон 119 ФЗ были внесены. И, соответственно, с 1 августа этого года программа дальневосточного гектара будет реализовываться и в нашем регионе, как и в ряде других регионов арктической зоны. Суть программы состоит в том, чтобы в упрощенном порядке предоставлять гражданам землю в арктической зоне. И связано это, в первую очередь, с тем, что по исследованиям Минвостокразвития продолжает оставаться миграционное настроение у жителей арктических территорий, так же, как и на Дальнем Востоке. И, соответственно, чтобы как-то эти процессы останавливать, все-таки замедлять, предлагается в том числе упрощенное предоставление земли на этой территории. Соответственно, с 1 августа мы будем также участниками этой программы. Спасибо, Анастасия Владимировна. Еще один вопрос. На каких территориях в округе будет выделяться земля участникам программы «Гектар» в Арктике? И почему именно на этой территории? Да, вопрос на самом деле оказался не таким простым, как нам изначально показалось. Когда мы стали подбирать территории, выяснилось, что в соответствии с 119 федеральным законом, и это принципиальное отличие Дальневосточного гектара от Арктического, в том, что на Дальнем Востоке субъекты Российской Федерации, Дальневосточного федерального округа, принимают свои законы, в которых описывают территории, на которых нельзя предоставлять земельные участки. Соответственно, описав эти территории, предполагается, что любая другая территория входит в территорию «Можно». И там, в общем-то, большое количество земли на сегодняшний день до сих пор остается неосвоенной. Что касается Арктической зоны, то субъекты Арктики должны в соответствии с федеральным законом принять свои законы субъектов, в которых описать зоны можно. То есть мы изначально должны посмотреть в соответствии с федеральным законом в статье 7, что нельзя включать в эти территории, закрыть их, так скажем, и уже описать в своих законах соответствующие участки. Когда мы начали готовить этот закон, мы поняли, что у нашего субъекта просто уникальная особенность, и мы ее неоднократно на всех площадках озвучивали. У нас округ поделен практически между 20 хозяйствами оленеводческими и разбит на участки, предоставленные в аренду. И у нас из всей территории округа 95% земель сельхозназначения, и практически вся эта земля предоставлена, как я уже сказала, оленеводам. Соответственно, у нас свободной земли оставалось не так много. Плюс ко всему мы закрыли, естественно, территории традиционного природопользования КМНС, особо охраняемой природной территории, приграничную территорию мы тоже закрыли по практике дальневосточных регионов. Мы закрыли территорию общего пользования. Ну, в общем, по перечню все, что должно быть закрыто. И, соответственно, у нас осталось в общей массе, скажем так, 61 тысяча гектар. Это не так много по сравнению с другими регионами, но, тем не менее, это то, что осталось. И из этой 61 тысячи мы поняли, что они приходятся на приграничную территорию с Омским Пешским сельсоветом на межселенной территории. Там участки нам показались наиболее востребованные, и они, наверное, получили бы большую востребованность в первую очередь у жителей этих территорий. Но когда мы пришли к ним с опросом, хотят ли они поучаствовать в этой программе, они высказались против. Поэтому пока мы эти территории не учитываем. Еще одна территория, которая у нас попала, скажем так, в зону «Можно», это территория, прилежащая к Великовисочному сельсовету. Но там тоже мы понимаем, что зона подтопления присутствует, и мы тоже должны очень аккуратно, осторожно подходить к открытию этих территорий. Нам нужно также будет провести опросы жителей и, соответственно, согласовать по зонам подтопления эту территорию, потому что, ну, бессмысленно предоставлять землю там, где это будет не востребовано. Ну и, соответственно, остался у нас Приморско-Куйский сельсовет, это вот деревня Куя, 5 гектар, и близлежащая территория свободная, которая сегодня у нас вот как раз и попала в закон округа. Закон принят, находится на подписании у губернатора, в ближайшее время он будет опубликован официально и, соответственно, распространен для широкого, так сказать, обсуждения, ознакомления и так далее. То есть, вот, к сожалению, пока это 1293 гектар, но я сразу говорю, что это наиболее, скажем так, вычищенная территория, которая учитывает, во-первых, интересы и жителей, и коренных малочисленных народов Севера, и в нее не попадают какие-то наложения, какие-то, скажем так, участки, которые, ну, в дальнейшем не могут быть вовлечены в оборот. Спасибо, Анастасия Владимировна. Есть еще один интересный вопрос. Вот сейчас до границы выделенного участка можно добраться только по реке или, ну, на снегоходе зимой. Как можно посмотреть на предлагаемые участки, и будут ли они пользоваться спросом у населения без должного уровня инфраструктуры? Да, действительно, могу сказать, сама именно таким же способом добиралась до Куи. На лодке мы прибыли там буквально полчаса. Дальше, естественно, в самой Куи это можно посмотреть пешком. Ну, и если до Красного ехать по дороге, там тоже можно, конечно, по тундре перемещаться на разрешенных видах техники, либо пешком. Да, есть проблемы с транспортной инфраструктурой, казалось бы, да, но из всего, так скажем, возможного выбора у нас эта территория, скажем так, наиболее близко находится к населенным пунктам, к транспортной инфраструктуре, инженерной инфраструктуре. И, конечно, как таковой обязанности государство закон не содержит обеспечивать такую инфраструктуру к участкам. Но есть оговорка, что если 20 смежных участков возьмут, да, например, 20 граждан, и будет эта территория находиться в 20-километровой зоне от населенных пунктов, что, в общем-то, у нас соблюдается в плане населенных пунктов, они все находятся не дальше 20 километров и от поселка Красного, и от деревни Куя, то государство в данном случае, да, должно будет оказать содействие всяческое развитию инженерной, транспортной инфраструктуры к этим участкам. Потому что это уже будет все-таки рассматриваться как такой, ну, мини-поселок, что ли, если там, допустим, люди возьмут платежды. Электричество или коммуникации? Да, государство будет, да, оказывать содействие, естественно. Хорошо, а что делать гражданам, которые уже имеют имущество на территории выделенного участка в Приморско-Куйском сельсовете, ну, например, СБУ, которые еще и не успели зарегистрировать? Ну, во-первых, таким гражданам я бы порекомендовала поучаствовать в этой программе, как минимум. Ну, а вообще, да, действительно, есть и другие способы оформить землю, в общем-то, проблем с этим никаких нет, но по программе это будет намного быстрее, проще, интереснее и, наверное, даже экономнее, потому что, если, вот, допустим, оформлять участок через портал на Дальний Восток РФ, то там даже за схему кадастровому инженеру платить не придется. То есть можно самому указать, там, условно, четыре точки нарисовать, нажать кнопку, и эта схема через портал будет попадать уже в наши личные кабинеты органов власти, ответственных за рассмотрение заявок, и можно будет дальше уже с нами через этот портал работать. Значит, нас обучали работе с этим порталом, еще не открыто пока, скажем так, вот эта публичная часть портала, наши участки еще пока там не выведены, но в ближайшее время, как нам объяснили, будет вот этот портал содержать все территории арктической зоны, где можно будет выбрать участок. И так же, как на Дальнем Востоке, можно будет открывать, смотреть и выбирать участки. А вот участок равняться будет одному гектару или другие размеры может иметь? В соответствии с федеральным законом, один гектар – это максимальная площадь, естественно, можно будет взять меньше, если нужно меньше. Физические лица, юридические или индивидуальные предприниматели тоже могут? Программа рассчитана, опять же, в соответствии с федеральным законом, на граждан Российской Федерации и лиц без гражданства, иностранных граждан, которые участвуют в программе переселения соотечественников из-за рубежа и членов их семей. То есть, к сожалению, ни юридические лица, ни индивидуальные предприниматели в этой программе участвовать не могут, но для них, в принципе, есть другие программы участия в арктической зоне для получения земельных участков. Там есть и для резидентов арктической зоны льготы, и, в общем, инвест-проекты у нас успешно реализуются по земельному кодексу. Я думаю, что здесь мы их права точно не будем ущемлять, и, ну, к сожалению, только граждане, да. А с какими целями можно землю использовать? Ну, на сегодняшний день, с учетом того, что территория частично находится в населенном пункте, это индивидуальное жилищное строительство, там у нас три зоны в Куи попадают, это жилищное строительство, природный ландшафт и коммунальное обслуживание. Ну, в основном, конечно, это будет ИЖД, если, допустим, говорить про Куи. Если говорить про межселенную территорию, вот, 1288 гектаров, то там, конечно, больше будет подходить по, скажем так, разрешенному использованию земельных участков личные подсобные хозяйства, так называемые, избы. Ну, а вообще ограничений там нет. Почему? Потому что правила землепользования и застройки на сегодняшний день заполярного района, где эта территория предусмотрена, не распространяют град-регламенты, скажем так, на эту территорию. И, по сути, любой незапрещенной деятельностью можно там заниматься. Предпринимательство, личное подсобное хозяйство, ИЖД, сельское хозяйство, все что угодно. Но, естественно, надо учитывать расположение на этой территории озер многочисленных. И мы понимаем, что водные объекты будут, естественно, тянуть за собой ограничения в строительстве. Поэтому, ну, и как таковой стройки мы там не видим, не предполагается там, скорее всего, что-то масштабное и промышленное, естественно. Потому что зона такая, сама по себе природная. И, естественно, это больше предусмотрено для избушек, охоты, рыбалка, отдых, рекреация, туризм. Ну, вот что-то из этих. Вот участки на 5 лет бесплатно даются, потом можно либо арендовать, либо выкупать. Какая стоимость будет определена после окончания бесплатного периода? Да, стоимость, конечно, будет зависеть от вида разрешенного использования земельного участка. И, ну, вот если взять из расчета, например, гектара. Гектар у нас это 10 тысяч квадратных метров. Мы примерно посмотрели покои, у них где-то в среднем стоимость за квадратный метр земли. Вот по последней кадастровой оценке в населенном пункте мы смотрели с нашим подведомственным учреждением. Центр кадастровой оценки 210 рублей. Ну, вот мы примерно представим, что у нас кадастровая стоимость большого земельного участка в 1 гектар, там 2 миллиона 100. У нас, если смотреть арендную плату, а у нас по закону мы можем в аренду взять до 49 лет, тоже на любой срок, пожалуйста, хоть на год, хоть на 10, хоть на 30, хоть на 49. То есть там арендная плата будет, вот, ИЖД 0,3%, ну, соответственно, мы посчитали 6300 рублей в год. Это вот если за 1 гектар под ИЖД. Ну, соответственно, льготы у нас имеют пенсионеры, это 0,01%, 210 рублей в год. Ну, то есть совсем небольшие суммы, ну, налоги плюс-минус суммы соотносимые. То есть там, если уже будет собственность оформляться, то, естественно, там уже суммы будут налоговые устанавливать, тоже в зависимости от вида, от кадастровой стоимости. И, ну, суммы будут соотносимые, не думаю, что это будут сильно большие суммы. Просто такую же сумму примерно у нас человек платит в городе за 1200 квадратных метров под индивидуальное жилищное строительство. И, конечно, площадь 10 раз меньше участка. А за такой же гектар, скажем так, вот, можно будет собственность оформить и платить точно такой же налог, по сути. Хорошо, спасибо. И вот последний вопрос. Когда можно подавать будет документы и каким образом это сделать? Документы можно будет подавать с 1 августа. Не рекомендую делать это раньше, за исключением тех случаев, например, когда вы не планируете подавать заявление через портал на Дальний Восток РФ. Объясню, почему. Потому что к заявлению, которое необходимо будет подать, либо наше управление, либо вот на портале оно формируется, либо через МФЦ можно будет подать документы. Насчет госуслуг мы сейчас уточняем, прорабатываем вопрос. Не готова сказать, но вот основные виды все, вот наше управление, пожалуйста, почтовым отправлением, электронная почта, любой способ, МФЦ и портал. Это три окна, скажем так, которые будут принимать заявление. Просто если вы будете подавать вживую заявление, скажем так, то к заявлению нужно будет прилагать схему расположения земельного участка. И для этого нужно будет обратиться к кадастровым инженерам. То есть об этом можно побеспокоиться заранее и заказать схему заранее. Вот почему я говорю, что необходим закон. То есть мы его сейчас опубликуем. Любой кадастровый инженер видит координаты земель в законе и, соответственно, может их вбивать в свои программы и формировать схемы гражданам. И вот гражданин, уже подготовив схему к 1 августа, принеся нам заявление, может подать документы. К заявлению практически никаких документов не нужно. Нужно указать СНИЛС, копию документов, составляющего личность и доверенность, если вы выступаете по доверенности от какого-то лица. Все, там вот основной пакет документов такой. Ну и схема. Схема, естественно, если участок не сформирован, а у нас территория практически не содержит участков. Я просто, на всякий случай, еще вот если кто-то уже начал формировать, например, участки, да, вот про те же избушки, о которых вы сказали. Ну вот, если, допустим, участок уже сформирован, вы можете просто указать кадастровый номер участка, тогда схема, конечно, не нужна. Ну вот в большинстве случаев, скорее всего, пригодится схема, потому что там, ну, участки вряд ли кто-то формировал в ближайшее время. Поэтому здесь, да, вот об этом можно побеспокоиться заранее, а так все только с 1 августа. Наша телевизионная встреча в прямом эфире подходит к концу. Ну, Анастасия Владимировна, большое спасибо за ответы и за участие в нашей программе. Нашим телезрителям напомню, что сегодня в прямом эфире телеканала «Север» для социальной сети ВКонтакте принимала участие начальник управления имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа Анастасия Голговская. Мы говорили об условиях предоставления бесплатного гектара в Арктике для жителей региона. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!